Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия В нашей республике экскурсия, в частности, прошла в Нижнеархысском городище. Затем журналисты познакомились с курортом Архыс, прогулялись на территории, поднялись на канатной дороге, на склоны хребта Абишира Ахуба, посетили экотропу «Романтик», а также осмотрели лучшие отели республики. В ауле Хабес в 2023 году начнется строительство нового здания для лицея на 254 места, так как существующее здание признали аварийным. Об этом сообщил глава Карачаевой Черкесии Рашид Темрезов в рамках открытого чата с жителями Карачаевой Черкесии в своем телеграм-канале. О том, что будет в новом здании, рассказала директор лицея Елена Кетова. Новые кабинеты, оснащенные современным оборудованием, новая территория, это новая спортивная площадка, зеленая зона, ну и соответствующее все, это будет соответствовать именно новым стандартам. Строительство начнется в начале 2023 года и к концу 2024 года у нас будет новое здание и все оборудования тоже будут соответственно именно вот к этому строку. С начала года производство тепличных овощей в стране увеличилось на 7,9% и составило 1 миллион 100 тысяч тонн овощей, в том числе собрано более 634 тысяч тонн огурцов и более 429 тысяч тонн томатов по России. В десятку ведущих регионов в этом сегменте вошли Ставропольский край и Карачаево-Черкесия. Объем производства овощей закрытого грунта в нашем регионе на сегодняшний день составляет порядка 33 тысяч 800 тонн. По прогнозным данным, в этом году ожидается рост объема производства овощей закрытого грунта до 50 тысяч тонн. Запланированный на этот год ремонт тротуаров в Черкесске выполнено 90%. Около 25 тысяч квадратных метров тротуаров по Ленино, Красноармейской, Советской, Пушкинской, Ворошилово, Комсомольской и Умаралиево выложено современным плиточным покрытием. Новая плитка в этом году выложена из сквера Есенина. До конца текущего года будет также отремонтировано около двух километров тротуаров по улице Гутякулова от Дебеденко до Октябрьской и на двух участках улицы Набережной. Мотодром Ставропольская, Ставропольская детская площадка. Здесь будет обновлено асфальтобетонное покрытие. Сейчас работы ведутся на Набережной. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять в нем участие и подать свою заявку необходимо до конца октября этого года. Об этом рассказала руководитель Центра инновации социальной сферы Джамиля Карасова. Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап и с 12 сентября до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями. Это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. образования, воспитания детей. Это социальное обслуживание, это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность и обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками станции федерального этапа всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в Центр «Мой бизнес», а именно в Центр инноваций социальной сферы по адресу Ленина, 53. В Хабиевском районе в рамках экологического проекта «Зеленая Россия» прошла масштабная уборка. В общей сложности участниками акции стали 2450 человек, которые собрали 26 тонн мусора. Очищено 14 километров береговой зоны рек Большой и Малый Зеленчук. Кроме того, в целях поддержки эколого-патриотического проекта «Лес Победы» в ауле Беслини высажено 20 саженцев ясеня, 40 яблонь и 10 вишен. В некоторых сельских поселениях республики продолжается ремонт дорог. В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» ремонтные работы уже завершены на участках автомобильной дороги регионального значения Черкеск-Бекешевская протяженностью 6 километров 400 метров. Невиномыск-Черкеск-Подъезд к селу Дружба протяженностью 4 километра, Черкеск-Чапаевская протяженностью более 3,5 километров. А также полная реконструкция участка автомобильной дороги Черкеск-Хабес-Подъезд к курорту Архес протяженностью почти 3 километра. Помимо этого отремонтирован участок дороги Черкеск-Исправная сторожевая протяженностью 6 километров. В ауле Каменомост продолжаются ремонтные работы на мосту через реку Кубань, который был разрушен напором стихии в прошлом году. Сейчас на объекте уложены железобетонные балки. Строители выполняют все запланированные работы в соответствии с графиком, чтобы своевременно открыть движение по новому мосту. Об этом рассказал главный инженер управления Карачаева-Черкеска-Автодора Муайет Хутов. Единственный вариант, который подходил сюда, это увеличить пролет. Здесь было 14 метров, теперь 28 метров ширина пролетного строения. Мы зашли на массивные части скальных пород, потому что в данном регионе, где мы находимся, здесь у нас андезитовые породы. С ними проблема в том, что буронабивные сваи здесь очень опасно делают. Мы можем расшатать скальную породу, которая может привести к тому, что она может обвалиться. Мост после того, как будет закончен, он будет соответствовать всем современным нормативным нагрузкам и будет выдерживать нагрузку в 100 тонн. Однозначно будет выдерживать все те нагрузки, которые здесь могут передвигаться. Те же синовозы, те же строительная техника, которая через него передвигается. В рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов ведутся работы по капитальному ремонту двух дам на реке Ишкакон в Малокарачаевском районе. Об этом рассказала советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. В Малокарачаевском районе в селе Джага продолжается работа по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах реки Ишкакон. Общая протяженность сооружений составляет 3776 метров. Площадь возможного затопления 55 га. На указанной площади расположено 280 жилых домовладений и проживает 1400 человек. Оба сооружения разрушены на 70%. На дамбах образовались прораны, существующие откосы дамб сильно деформированы. Кроме того, разрушению подвержен основополагающий зуб из железобетонных плит. В настоящее время на объекте начались основные работы по восстановлению тела дамбы и по формированию так называемого зуба. Работа по капитальному ремонту займут два года. В рамках празднования столетия государственности Карачаевой Черкесии на территории Республиканского ипподрома 15 и 16 октября пройдет Всероссийский фестиваль воздушных шаров «100 лет на высоте». Мероприятие, которое станет еще одним ярким событием в юбилейный для региона год, организовано Министерством туризма и курортов республики и будет проводиться впервые. К участию привлечены команды аэронавтов из 21 региона страны. За одиновременным запуском и полетом красочно оформленных воздухоплавательных средств смогут наблюдать 200 тысяч зрителей. Кроме того, каждый вечер фестиваля будет украшен завораживающим музыкальным световым шоу. А любителям активного отдыха и ярких впечатлений будет предоставлена возможность полетать на аэростате и встретить рассвет во время свободного утреннего полета. 21 сентября в кинотеатре Чарли в Черкесске состоится примерный показ фильма нашего земляка Руслана Братова «Экспресс», снятого в республиканской столице. Зрители также смогут посмотреть видеообращение, записанное самим режиссером картины. Рецензия Зинаиды Пронченко о самом обнадеживающем российском фильме, как его назвала критик, уже вышла в издании «Коммерсант». Руслан Братов – актер, режиссер и сценарист. Родился в 1986 году в Черкесске, в 2012 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Известен театральными работами в Московском Тюзе, МХТ имени Чехова, театре Олега Табакова и Центре драматургии и режиссуры. В Усть-Жгутинской центральной районной больнице запущена собственная станция по производству кислорода. Новая станция будет обеспечивать все потребности больницы в кислороде. В период роста заболеваемости это составляет 200 кислородных точек и 2,5 тонны кислорода в сутки. Средства на строительство и закупку оборудования выделены федеральным центром. Информацию комментирует главный врач больницы Марат Шакманов. Когда мы начали работать, проблем с кислородом практически не было. Мы получали его с кислорода, с Краснодара его привозили нам вовремя. И стоимость была максимальная стоимость 20 тысяч. Но уже когда в дальнейшем мы начали работать, кислорода стало не хватать по всей России. Уже начали возить кислород из Краснодарского края, из Волгоградской области. Даже были поступления из Московской области кислорода. Получали остатки у военных, кислород получали. Подъезжали машины с разных регионов, с кислородными бочками. Они закачивали кислородную бочку кислородом. Если у нас сутки уходило 2,5 тонны, здесь бочка рассчитана на 3,5 тонны. Каждые полтора суток мы закачивали с резервной бочки сюда кислород. Далее с этой бочки поступали в испаритель жидкий кислород, который он превращал там в газообразный. Уже далее она поступала к больным по системе. А сейчас все стало намного проще. Он уже дает готовый газообразный кислород. Фонд культурных инициатив подвел итоги второго конкурса в 2022 году. В числе победителей оказались две организации из Карачаева, Черкесии. К примеру, благотворительный фонд «Созидание» представил проект видеокниги к столетию Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой «Страницы века». Как отметила руководитель проекта Ася Байрамукова, проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаева Черкесии путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Кочер. Для этого мы хотим как раз таки создать видеокнигу столетию Государственной национальной библиотеки Кочера имени Халимат Бастюня Байрамуковой. Всю первую публичную библиотеку основана в 2022 году прошлого века в Столице Батлопашинской, которая ныне – это столица Проча Черкесской республики. И она, эта библиотека является ровесницей нашей республики, точнее, ровесницей государственной республики. Она пошла большой и сложный путь развития и отображала, в первую очередь, конечно же, культурную жизнь региона. Долгие годы библиотека была центром культурного развития и обогащения. Справление интернета, да, ситуация изменилась, но само учреждение по-прежнему символизирует великую русскую, зарубежную литературу и литературу народов нашей республики. Могу сказать, что видеокнига «Страницы века» – это не о библиотеке, точнее, не только о библиотеке, она о долгом, порой трудном, но всегда увлекательном и созидательном пути. Она о людях, сотрудниках, читателях, поэтах, писателях, о том, как много всего связано с библиотекой. Но главное, она о прекрасной литературе народов нашей республики – русских, карачаевцев, нагайцев, черкесов и абазин. С 19 сентября в школах Карачаева Черкесии стартовали всероссийские проверочные работы. Более 28 тысячам учащихся с 5 по 9 классы предстоит написание ВПР. Всероссийские проверочные работы – это итоговые испытания, годовые контрольные работы, которые проходят у школьников среднего звена в конце весны. Введены такие срезы знаний в 2015 году. Школьники Черкеска заступили на вахту памяти. До конца мая следующего года у мемориала «Огонь вечной славы» лучшие учащиеся школы, организации среднего профессионального образования будут нести почетный караул. Первыми на вахту заступили ученики гимназии номер 19. С этим знаменательным событием ребят поздравили представители мэрии Черкеска, военного комиссариата, а также городского совета ветеранов. В республике начал функционировать первый молодежный проектный офис. Его задача – отдать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом сообщил советник министра по делам молодежи республики Красим Попшуов. Я, будучи председателем студенческого совета, в свое время видел то, что у нас есть очень много талантливых ребят, которые просто не знают, куда идти, как обратиться, как правильно развить свой проект и так далее. И со всем этим я тоже сталкивался. И набив определенное количество шишек, я понимаю, что если у нас будет в республике такая площадка, где ребята смогут спокойно приходить, работать и развивать свои проекты, это будет плюс не только им то, что они получат грантовую поддержку, будут реализовывать свои проекты, это будет плюс республики, потому что все грантовые средства привлекаются в республику. В начальных классах детей обучат навыкам безопасного поведения. В интернете правилам составления личного бюджета, умения анализировать доходы и расходы семьи. О рисках предпринимательской деятельности, видах финансового мошенничества расскажут старшеклассники. Кроме того, подрастающее поколение научится самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы. Заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе и в электронном виде. Отдельная тема – цифровые сервисы и способы защиты персональных данных. В целом, Банк России уже разработал свыше 70 сценариев занятий по финансовой грамотности. Команда ветеранов Черкеска «Нарт» завоевала серебро на открытом турнире по футболу Кубок Дагомыса. Наши футболисты не потерпели ни одного поражения, уступили победителю команде из Чеченской республики, лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В городе Бор Нижегородской области прошли 10-е всероссийские спортивные соревнования по греко-римской борьбе Кубок России в память олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова. Беслан Кунижев стал бронзовым призером состязаний среди юниоров до 18 лет. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго! Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!